В предыдущем выпуске патрульной службы мы сообщили о приговоре Эмилю Байрамову. Этот приговор Центральный районный суд вынес 1 марта. В официальной информации сообщаются, что Байрамов, управляя автомобилем в состоянии опьянения, совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. 3 февраля 2020 года подсудимый, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Киа Стингер и двигался по проезжей части проспекта Победы города Твери в направлении от улицы Рженикидзе к проспекту Чайковского. В это же время водитель Volkswagen Polo совершал маневр поворота налево. В результате совокупных и взаимодополняемых противоправных действий водителей произошло столкновение автомобилей с последующим смещением обоих автомобилей с проезжей части перекрестка на тротуар, где автомобилем Volkswagen Polo был совершен наезд на восьмерых пешеходов. В результате нарушения подсудимым правила дорожного движения и произошедшего впоследствии этого водитель автомобиля Volkswagen Polo получил телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью и повлекшие смерть. Также в результате нарушения Байрамовым правил дорожного движения и произошедшего впоследствии этого ДТП, пешеходам были причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Смерть водителя Volkswagen Polo, а также причинение тяжкого вреда здоровью пешеходам, находится в прямой причинно-следственной связи с противоправными действиями как подсудимого, так и погибшего водителя Volkswagen Polo, нарушивших требования ПДД. Вот последнее слово подсудимого Байрамова. По делу мне особо нечего больше добавить. По поводу потерпевших я хотел бы еще раз сказать спасибо, что приняли подзаочно мои извинения. И еще раз принести слова соболезнования, также извиниться за то, что совершилось. Больше мне нечего добавить. Суд принял во внимание, что Байрамов ранее судим. Судимость не снята и не погашена в установленном законном порядке. Байрамов ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима. Однако все штрафы оплачены в срок. Положительно характеризуется соседями по месту жительства. Имеет высшее образование. Но учете у врача-нарколога и психиатра не состоит. Участковым характеризуется с нейтральной стороны. Жалоб от соседей на него не поступало. Имеет неофициальное трудоустройство у своего отца. В официальном браке не состоит. Совместно проживает с гражданской женой и воспитывает малолетнего ребенка. Страдает рядом хронических заболеваний. Его родители также страдают хроническими заболеваниями. Отец имеет инвалидность. Байрамов полностью возместил ущерб потерпевшим пешеходам. А также принял меры к возмещению ущерба потерпевшей Каравашкиной. Непосредственно после случившегося ДТП, сообщается в официальной информации Центрального районного суда, Байрамов принес извинения потерпевшим, как письменные, так и через родственников. Также принес публичные извинения потерпевшим в ходе судебного заседания. То есть принимал меры, направленные на заглаживание причиненного вреда потерпевшим, что свидетельствует об искреннем раскаянии в содеянном. Один из потерпевших в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением из сторон. Однако Байрамов обвиняется в совершении тяжкого преступления. Ранее судим и судимость на момент совершения преступления являлась непогашенной, в связи с чем отсутствуют основания для прекращения уголовного дела по заявленному основанию. В качестве смягчающих наказания обстоятельств подсудимому суд учел наличие на иждивении малолетнего ребенка, добровольное возмещение имущественного и морального вреда потерпевшим. Также суд учел частичное признание вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья как подсудимого, так и его родственников. Судом установлено, что последствия от произошедшего ДТП наступили не только от действий Байрамова, но и в результате нарушений правил дорожного движения водителем Volkswagen Polo, в связи с чем данное обстоятельство суд учитывает как смягчающее наказание Байрамова. С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, суд не нашел оснований к снижению категории совершенного подсудимым тяжкого преступления на менее тяжкое. Приговором Центрального районного суда города Твери от 1 марта Эмиль Байрамов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, частью 4, статьи 264 Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии-поселении. Моя доверительница высказала свое мнение в суде. Она сказала, что она, ну прежде всего, да, она обратилась к суду с заявлением о том, что от исковых требований она полностью отказывается. Она также заявила, что она просит суд не назначать Байрамову строгого наказания. Она высказала, что она Байрамову сочувствует, как нормальный человек, да, высказала сочувствие. Также она сказала, что ей очень жаль родителей Байрамова, которые, так сказать, да, ну, сами понимаете, понесли, в общем-то, большой моральный вред. Срок отбывания наказания Байрамова будет исчисляться с момента вступления приговора в законную силу. В срок отбытия наказания засчитывается время его содержания под стражей с 3 марта 2020 года до дня вступления приговора в законную силу. Из расчета один день за два дня отбывания лишения свободы в колонии-поселении. Мера пресечения в отношении осужденного, заключения под стражей, до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения. Как мы уже сообщали, адвокат Байрамова намерен обжаловать приговор в апелляционной инстанции. На наш вопрос, вызвано ли это слишком суровым на взгляд защиты Байрамова приговором, ответа мы не получили. Напомним, в прениях сторон гособвинение просило назначить Байрамову наказание в виде 7 лет в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу. В ночь на 2 марта произошел пожар в деревне Дергено Торопецкого района в двухэтажном здании психоневрологического интерната. В машине по пути в больницу скончалась пациентка интерната, женщина 38 года рождения. В больницу с ожогами доставлена еще одна пожилая женщина. По данному факту, западно-двинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следователем Следственного комитета осуществлен выезд на место происшествия, проведен его осмотр. Опрошены очевидцы случившегося. Устанавливается точное количество пострадавших. С целью выяснения причины и условий, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти погибшей. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Из горящего здания эвакуировано 54 человека. Пять распасены звеньями газодомозащитной службы. Редактор субтитров А.Семкин